Всем привет, меня зовут Мио. В интернете вы наверно видите, что я в его башне красил, вокруг так ярко, все прекрасно, вот что находится вокруг. Много людей, это еще даже немного. Внутрь пройти вот так, через забор, там турникеты. А здесь такое инста-локация, где все делают фотографии одинаковые. Вот просто посмотрите, какое количество людей. С днем воскресенье, это еще должно мало, 500 лет. А вот сразу уже башня. Я так почти свирнулась, я живу в седьмом районе, это получается министерский район, и здесь рядом жил раньше Макрон, сейчас тут живет мэр Парижа, и в моем районе убирают два раза в день мусор, а летом еще и моют асфальт, так что у меня здесь такого нет. А вот именно по другим районам Парижа сейчас творится, конечно же, ткач, очень много мусора, и запах вам не передается через камеру. Кстати, мне нравится, что Париж, знаете, так по-особенному, когда облака серые, по-другому переносится, это, знаете, как будто подходит этому городу. Такая вот мрачность романтичная, красивая. Сейчас не знаю, куда еду, я просто иду туда, глаза глядят. Хочу с вами поговорить, рассказать вам, что я сейчас готовлю в свой бренд, бренд одежды женской в Париже. И где-то в середине ролика я вам про это расскажу, сейчас я покажу вам красоту, какая тут происходит. Вот я пришел в парк, здесь по вечерам всегда. Вообще французы любят спорт, просыпаются рано, идут на прогулки. О, вау, посмотрите, какая красивая улица. Мало людей, машин. Вообще такая пустая, красивая. Итак, я уже нагулялся, начинает темнеть, и решил вам рассказать, пока есть время. И картинка, да? Собственно, мой бренд будет называться Octentis, а вот логотип, ссылка снизу на инстаграм, скоро будет сайт. Начинается с женских карасеток. Как ни странно это не звучало, я думал сначала будут футболки, худи, футболки, худи и что-то еще. Но я решил сделать с карасеток. Потому что очень много желающих женщин, и у меня в основном женская аудитория. И многим это зайдет. Будут карасеты разных дизайнов. Будут с шлейками, будет без шлейк. Различные ткани по фактуре, плюс принт. В общем, переходите на аккаунт Инсты и ждите. Ну что еще из новостей последних? Я уже пятый месяц в Париже. Здесь многие подписчики, наверное, из ТикТока. У меня сейчас на ТикТоке залетают видосы на два миллиона, на два с половиной. В основном сейчас аудитория новая. Так вот, мне вернулись сонные параличи. Знаете, что такое сонные параличи? У меня его не было полгода. Последний раз, когда я был в Минске, он у меня был, он у меня как проходит? Не знаю, как у вас. Если у вас все случается, скажите, у вас это есть или нет. Что в Телеграме у меня половина подписчиков говорит, что у них есть, и у всех по-разному. Кого-то тянет по комнате. Как у меня происходит сонные параличи? Я могу заснуть на спине, просыпаешься, и ты шевелишь глазами. Тело не слушается от тебя полностью. Ты не можешь поднять руки, ноги, пошевелиться где-то минут пять. И глазами все видишь. У меня происходит вот что. Я всегда вижу, всю жизнь, как я живу. Все время, когда у меня были сонные параличи, у меня всегда одна картинка. Это такая женщина в белой одежде, как в белой такой простыне, в черные волосы. У нее ярко-ярко такие белые, бывает, красные глаза. И она ходит. Бывает, подходит в упор, я ее вижу в упор, и я не могу ничего сделать. Как бы я не могу это объяснить вам. Поймут меня те, в кого это происходит. Обычно это происходит, когда я теперь устаю, либо после каких-то там тусовок, загулок. В последний раз я гулял семь дней подряд, так прям плотненько. И сон у меня был 3-4 часа. И у меня три дня подряд были сонные параличи. Я думал, у меня все, я приехал, забирайте меня. Такие все эти дни были ужасные. Такие ночи, ну, темноватые были. Вот каждый раз у меня одно и то же. Виталий, где-то 11 лет в 6 у меня. Он начался. И до сих пор у меня 24 года. И он до сих пор у меня проходит. Вот. Получается, я лежу на кровати, я не могу пошевелиться. И она всегда ходит, такой, туда-сюда. В упор, бывает, ходит. Я ее вижу. На мне никогда не было ее тогда. Мне говорят, рассказывают, что бывает, кто-то сидит и тушит. А у меня имена ходят. И в моменте, ты ничего не можешь сделать. А когда ты уже осознаешь, ты начинаешь такой, блин, да что я ее боюсь, она же ничего не сделает. А в моменте, когда это происходит, ты это все забываешь, отключается. И тебе всегда страшно. Такой страх пронизывает тебя полностью до пальцев. Вот. Собственно, расскажите, если он у вас был. Как вы с этим боретесь? Как вы справились и справились? От чего у вас? И какой у вас? Кто у вас? Что у вас? Интересно даже. Послушайте со стороны. Вот. Но мы, что мы всегда это обсуждаем у меня. Вот. Сонный паралич, конечно, это страшно на самом деле. Для меня это стрёмно. Я, как бы, принять чего не могу. Я, как бы, с крайними пробовал бороться. Я не боролся. Только сейчас начал бороться, как бы, принимать это, наверное, этим видосом. Что хочу вам рассказать. Поделитесь и посмотреть, сколько еще таких много. Сонных параличей, как у людей. Вот, да. Но, блин. Рассказать и описать я конкретно так не могу. Потому что поймут только те, повторяюсь, кто это переживает. То есть, у кого это происходит. Вот. Так что, идем дальше. Жду вас всех в моем бренде. Женщин. У меня аудитория женская. Я буду ждать всех вас в своих карассетах. На самом деле, желающих уже много. Уже точно четыре человека уже забили место. То есть, ну, забили уже, как бы, на заказ. Их уже начинают шить. Я сейчас покажу. Ставлю фрагменты. Как начинают. Такого не смотрите. Это отработка лекал. Ткань будет не такая. Ткань будет совсем другая. И просто смотрите на швы и на сам дизайн. На ткань не смотрите. Просто смотрите на саму форму. И все. Это отработка лекал. Вот. Это мне присылают фото, видео и показывают, что происходит. Ну, вот. Так вот я снимаю на телефон. На штатив. Сейчас весна. И Париж полностью строится. Начинаю отреставрировать все. Ну, плюс еще к этому всему. Через год будут Олимпийские игры. Настроение, на самом деле, такое. Я постоянно один. Гуляю один. Ну, вообще нормально. Привычно. Потому что-то как-то либо от того, что уже очень, очень долго холодно здесь. И хочется уже тепла. Выбегать в ковсе, да? В майке. По Парижу. Чтоб свело все. Но как-то все затягивается. И как-то грустновато. Ну, наверное, еще после того, что еще компании нет, на самом деле. И друзей здесь. Уже пять месяцев. Постоянно. Были какие-то такие моментные. Моментное знакомство. Общение. Но. Это хватало минимум на 3-4 дня. Ну, как бы это круто, что почти она один. Своих мыслей. Это интересно очень. Такой опыт. Домой еще не еду. Я купился тут. Иду гуляю. Направляюсь в сторону базилики в сальникер. И, наверное, оттуда поеду домой. Но, я думаю, дойду не дойду. Холодно начинается. Просто я шел-шел и перешел к Мойн-Руши. Как-то очень быстро. Так парик мне надо большой. Вообще маленький. Пошел не спеша. И вот дошел до... Красные фонари, Мойн-Руши. Кабарет. Я сейчас ехал на автобусе. Сначала не понял. Через стену переезжал. Промасту. Сначала не понял, почему башень не горит. Посмотрю. Вообще мощно. А видите, там проекторы вот светят. Вообще с ума сойти. В такой расцветке смотрится очень волшебно. Такой невестно-голубой. Так, у меня день второй. Отправляю сегодня... Хочу съездить на докладопище «При Лашец». Вот. Небольшой такой завтрак. Кофе. Овощи. Сосиски. Чай. Сейчас поедем. Я думал, таких людей уже больше нет. Спасибо тебе большое. Лиза. Скажите, Лиза, спасибо большое за то, что она мне просто так подарила билет на концерт «Мирен Фармер». Прикиньте, что концерт на «Мирен Фармер». У меня есть билет. Я еду на концерт. Я вижу ее вживую. В шок, да? Вот такое доброе утро у меня. Я сам бах. Так, ну вот я подхожу. Главные ворота. На кладбище «При Лашец». И буду вам сейчас показывать что-нибудь интересное. А здесь интересного достаточно много авторов-музыкантов. Авторов-музыкантов. Подошел посмотреть, кто здесь вообще есть. Не всех знаю. Бальзак вижу. Берлини. Берлини. Бернард. Бернардини. Джим Моррисон. Понятно. Вот, собственно, карта сейчас пойдем. Ладно, мы смотреть, что видим. Настроение очень прекрасное. Я сразу проснулся и мне написала по 2 часа одна. Говорит, у меня не получится пойти на концерт. И хочу тебе подать билет. Я говорю, куда? На Мирену Фармеру. Я говорю, боже, что? Короче, я иду на концерт на Мирену Фармеру. Я очень сильно заряжен на хорошее настроение. И я с вас продолжаю 2 месяца. И пойду на концерт, пусть уже вживую. Вообще, жесть. Так счастлив. Уже начинаю подвижить. Поглашать. Так, все еще ходим, ищем. Ну, я не еще. Я просто даже гуляю. Если мне нужно, я подойду к карте. К карте подойду и посмотрю, где он находится. Ребята, кто мне нужны. Пока что так смотрим. Вот, побыл в уже молитву. Он закрыт забором. Все в стикерах. Все обрисовано. Навклейки. Сигареты. Вальду. Может, кто-то еще, может быть, не знает. Кто-то портрет Дарина Грейна. Я знаю, что у меня магия власти расцелована. Сейчас посмотрим. Я читал, что его сын дал интервью и говорил, что не нужно целовать. Ну, наставлять помадой. Оставлять поцелуйчики. И носить лучше цветы. А вот, Оскар Вальд. Офига. Говорит, еще я в вашу страну, если поцелуешь его камень. Что вам так не соврать, я проходил здесь уже два часа. Нажимать, как пить. Туристов очень большой вообще. И очень жарко. Погода вообще кайф. Выходите на улицу. Гуляйте. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Это уже все. Конец. Завершающая нотка. Все. Всех обнял. Приподнял. Спасибо, что со мной. Телеграм. Там все общаемся. Кружочки, херочки. Все остальное. Инстаграмчик тоже. Так что все. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Всем пока.